В редакции общественной электронной газеты состоялась онлайн-конференция руководителя управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан Светланы Марваровой. Она ответила на вопросы читателей. Какую полезную информацию может получить физическое лицо в государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей? Федеральное казначейство начало работу по внедрению государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, как мы сегодня говорим, ГИС, ГМП. С 1 января 2013 года органы, осуществляющие государственные услуги и муниципальные услуги, не вправе требовать заявителей документы, факта платы услуг тех. Одна из основных задач, поставленных президентом России, оптимизация структуры и штатной численности органов исполнительной власти. Что в этом направлении сделано в вашем управлении и в вашей реальности? В течение последних двух лет проведена оптимизация численности. Мы на сегодня на 20% сократили свою численность. Но сократили свою численность в основном за счет того, что у нас до этого существовали территориальные отделения Федерального казначейства на территории Республики во всех районах и городах. 62 было. Территориальные отделения ликвидировали, реорганизовали и создали структуры территориальные, структуры управления. То есть у нас теперь отделы в районах и городах, они состоят из пяти человек, которые обслуживают клиентов на территории того или иного района или города. Вопросы, не попавшие в эфир, будут отправлены в управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан, а ответы на них будут опубликованы в общественной электронной газете. Айгуль Хромшина, Станислав Пцицын, телеканал Ютуб.